please turn on subtitles to understand what we are talking about in this video это видео я собрал не по самым популярным местам петербурга которые ну типа уже заюзан и так скажем да а постарался показать вам максимально аутентичные необычные интересные места в которых быть может даже и местные жители не были поэтому вне зависимости живете вы в питере живете ли вы в россии хотите приехать в питере или вы быть может нас смотрите из-за границы и планируете поездочку сюда мне хотелось подсветить вам его ну питер достаточно нестандартно поэтому если вдруг вы хотите чтобы я снял какие-то другие локации которые вам откликают или о которых вы слышали но пока не знаете подробности прям смело напишите мне в комментарии я их читаю отвечаю и соберу такую базу так скажем да и второй выпуск выпущен может быть ближе к лету я вас привел в интересное место это 5 канал телевидение но мы не прямо на тв идем а кое-что еще более такое необычное пойдем я привел вас вместо где тусуются творческие люди даже не только творческие предприниматели депутаты дипломаты общественные деятели это музыкальная студия news family и сегодня у ребят концерт пойдем вовнутрь покажу все но это все сутки просто потому что на территории нашей школы есть прекрасная студия звукозаписи как раз таки там вы можете встретить максима и записать несколько интересных вещей в микрофон может быть это будут песни кто знает ты прикажешь горе и я вспыхну любя в этом пламени ты в этом пламени я мне нравится что вы больны не мной мне нравится что я больна не вами талия нашим зрителям сказал что у тебя тусуются не только творческие люди но и всякие важные шишечки питером это правда я понял ну вообще скажи как ты давно занимаешься школа почему ты ее решила открыть я давно занимаюсь школы больше восьми лет уже но на самом деле открытие решила когда еще сама занималась в студии в эстрадной и будучи ребенком я получала колоссальное удовольствие от времяпрепровождения и мне было много друзей мы ездили за границу выступали на фестивале и летом я как обычные дети не отдыхала на самом деле много-много бахала тренировалась но при этом получала классные бонусы в плане выступлений я была достаточно известна в своем городе откуда я родом поэтому еще тогда я подумала блин я хочу чтобы и другие люди узнали как это кайфово и сделать такого места то есть это же пространство до места причем в которое можно было бы приходить всей семьей не родители где-то там ждали своих детей а где родители вместе с детьми а ну и поэтому news family конечно вот мы и раскрыли их секретик то есть мы не просто номинально по названию мисфэмили это концепция школы от самого открытия скажи вот я вижу пианино я видел как уже на гитаре перед какие здесь ну насколько разнообразие тут есть инструментов и возможности да 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 большое разнообразие потому что опять же мы за концепцию семьи и так как в семье не все хотят петь да все могут петь например да папа играет на гитаре о родители там мама играет на фортепиано да или на шейкере а дочка или там сын или и дочка и сын поют классно классно и такую концепцию можно не только в самой школе реализовывает но и на каких-то домашних праздниках или выездах см такой готовый продукт выпускаем свет к вам приходит все-таки только вот физически заниматься или может там по телефону по ноутбуку как-то ну удаленную ну на самом деле до того как была пандемия я полностью исключала обучение и преподавание в онлайне очень зря в этом плане пандемию научила и расширила мой мои границы и мои горизонты и дала возможность ребятам которые уехали в другие страны жить на постоянное место жительства заниматься с нами и оставаться нашими учениками чему они очень рады мне это конечно как преподаватели и как хранитель очагами из фэмили тоже приятно когда мне звонят из это из л.а. и говорят что я не могу там найти себе преподавателя да я хочу заниматься и временные рамки абсолютно не помеха у нас разница с 12 или 11 сейчас 11 перевели часы и мы с ксюхой например абсолютно спокойно подбираем график занимаемся и уже не первый год круто то есть получается зритель то у нас тоже не не все в петербурге тут вот это сердце да но при этом он убьется по всему миру да да и скажу даже больше мы расширили настолько горизонт онлайн занятий что ребята не только занимаются и практикуются но они еще и записывают аудиодорожки кушку серьезно себя просто аудио на iphone никаких супер вещей не нужно присылает нам эту дорожку мы ее обрабатываем и у нас даже есть несколько клипов с ксюху которая вот из америки просто прислала нам аудиодорожку теперь у нее есть классный трек даже несколько треков которые она оставит для своих детей и внуков мы для своих новоиспеченных слушателей и учеников но мы продолжим концерт так что присоединяйтесь тоже пойдемте ксюху я уже слишком женат с моего пульса убери руки мы расстались но осталась наша музыка как контакт с мишинку но однажды пошутил очень больно а никого я любила дико а и 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 мы по травола тару это такой эскалатор только горизонтальный переместились на васильевский остров местные называют его васькой и такая пугают приезжих городской легендой что раньше по началам все мосты поднимались из васьки нельзя было уехать более того вот про петербург мы бы не сняли выпуск без его визитные карточки без шавермы и мы как раз здесь нашли прям вот возле метро . шаверно примерно 40 точек по городу вкусная шаверма я ее пробовал уже неоднократно и хочу вам показать разнообразие меню разнообразие меню разнообразие блюд вот более того ребята насколько я знаю еще и новый дизайн новый концепт заведения сделали пойдем покажу шаверна более того я сегодня не один со мной пришла моя знакомая Елена сейчас ее покажу нам посмелилась встретить сегодня шефа здравствуйте сколько точек вообще сейчас работает шаверна смотрите мы открыты с 2017 года у нас уже больше 49 точек а если это не коммерческое таймер как вы считаете чем вы отличаетесь от других заведений во первых у нас очень вкусная еда у нас сбалансированы все продукты мы долго на самом деле очень работали над нашим продуктом над нашими ингредиентами ездили по разным странам разные города россии посещали и выведет для себя вот именно качество своих ингредиентов которые очень хорошо считать сочетается в каждом блюде я вообще вижу что у вас огромное меню то есть выбор любой изысканный вкус что вы сам порекомендуете нам сегодня попробовать да у нас очень много фирменных шаверм обязательно попробуйте фирменную с морковью по-корейски фирменную сырную я считаю что каждый должен попробовать нашу шаверну на тарелке на тарелке точно закажу она большая вкусная и там сочетаются все наши ингредиенты особенно это наше мясо которое мы готовим маринуем по собственному по собственному рецепту также наш чесночный соус тоже приготовьте по нашему собственному рецепту также советую попробовать наши напитки домашние морсы с черной смородины, облепихи и компот из сухофруктов мы их варим сами тогда мы приступим к изучению меню и заказываем Лена работает с блогерами это стрессовая работа поэтому надо точно восстанавливать калории потерянные во время работы пришло время обеда и на самом деле у меня очень сильно разыгрался аппетит так шаверма с морковью стандартная хочу отметить красивую упаковку как новый айфон еще не раз пробовала, подождите морковка очень вкусно, приятно хрустит тут попадаются кусочки очень красивый колер называется когда мясо хорошо прожарено и вот прям видишь, вон кусочек чем меньше лаваша больше начинки вкуснее вкуснее человеку вкусный обед я хочу с облепихой мне нравится, что соуса не много и не мало нет такого, чтобы он вываривался из закрутки сейчас мы переключимся на следующее блюдо из тебя еще доедем нет, и может как надо вообще и вот это мне тоже очень нравится может вкусный как стать амбассадором да, подписывайтесь, ставьте лайки нажмите на колокольчик и комментарий обязательно как мы вкусно едим нет, на самом деле я хочу сказать, что редко когда бывает, что шаверму вот именно так закрутят вы посмотрите сколько начинки и какое количество лаваша мне кажется, что идеально и во-первых, есть и хруст лаваша внутри он мягенький очень много начинки начинка не вываливается приятно упакован и вообще и не подтекает и не подтекает мне кажется, что это шаверна шаверно стоит вам сюда прийти и как мы выяснили, здесь еще скидка 20% для студентов что очень круто поэтому приходите не во всех точках есть но там где есть, там есть по стоимости 379 рублей на момент съемки еще раз и вот он подается ну вы видели, нам разрезали его пополам подается вот в такой фольге это будет крутая подача сама по себе необычная он не остынет точнее он долго будет оставаться теплым я вижу сыр огурчики помидорчики курочка и мягкая булочка ну что приятного аппетита конечно полностью отличается от моего представления о донере я всегда думала, что донер это и есть шаверма ага но сейчас это вкусно это хочется есть продолжим да 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 мне что нравится что он действительно очень мягкое не надо бывает знаете, тесто вот так вот тянется, тянется, тянется тяжело откусить а здесь-то прям легко напрягаться не приходится и опять же если учесть что это нам поделили пополам то в целом даже вот половинка и да очень сытно в общем объем порции ну такой, что человек один если ест, то точно не усыпется и опять распределение начинки тоже равномерное нет такого, что набухали по центру и больше нигде этого нет и сиди и жуй хлебушек и булка действительно очень мягкая и опять же красивый колер красиво поджарено очень вкусно сырный точно мне понравился да, мне тоже понравился но для меня это прям новшество то есть я я не ела подобных донеров так скажем все-таки мне привычные лаваше лаваше благо здесь есть большой выбор лаваше 8 позиций фирменных шаверм лаваше что достаточно хороший выбор я наелась я хочу сказать что донер в 450 грамм 450 грамм да, да, да просто не влазит физически но он очень вкусный изюминка в тесте которая используется в булочках вот эти не булочки скорее но больше похоже на панини которая разрезана и там есть присутствует начинка хорошая альтернатива бургеру по фирменной шаверме я постоянно смотрю туда просто потому что очень привлекают экраны внимание шаверма во-первых она очень равномерно равномерно распределена начинка и начинки очень много очень мало лаваша да это очень важно потому что обычно бывает такое закручивать в три слоя и тебе приходится потом разворачивать чтобы да кофта шуба сверху еще что-то и шапка да вот очень красивый колер то есть со всех сторон равномерно поджарено нет такого что с одной стороны пригорело и с другой стороны пригорело а тут белоснежка нет со всех с четырех сторон красиво равномерно поджарено и что самое важное нету излишка соуса который растекается и вот это неприятное ощущение когда все стекает по рукам нет такого нет да все было супер мне понравилось мы Елену сейчас отпустим вот она к нам взглянул на обед так скажем да отпустим дальше работать но шаверман на тарелку уже продегустирую лично я да удачи тебе с этой огромной потому что я знаю сколько он съел до этого и что ж пожелаю ему просто удачи ага-пока мы вот посмотрели огромнейшее меню и я даже еще спросил что есть франшиза да как давно вы ее развиваете франчайзинг мы запустили не так давно в открытом формате до этого было много торговых точек которые мы открывали в доверительное управление то есть у них инвестировали они открывались на потенциальных партнер ну на партнеров а мы соответственно занимались их управлением а теперь мы запустили такую классическую франшизу в котором любой человек может запустить нашу шаверму если захочет работать с нами вот если я правильно помню то у вас точки находятся в Питере да а если человек там например находится в Саратове и Самаре вот он хочет эту питерскую шаверму у себя насколько вы географически готовы идти дальше сейчас мы готовы идти дальше до Урала то есть практически мы охватываем всю территорию России и именно за счет нашего ключевой отличия это производство и стандартизация бизнес-процессов поэтому если он откроет нашу питерскую шаверму в каком-нибудь Саратове именно нашу питерскую классическую шаверму он и получит полноценно погрузиться и меньше косяков допускать да все верно он получает большое сопровождение на старте он получает сопровождение бизнес-процессов в процессе работы и при этом он получает полную поддержку производственную. То есть мы для него делаем все заготовки, мы для него готовим мясо, мы для него готовим соус и мы помогаем с процессом закупок. То есть таким образом потенциальный партнер получает полную поддержку прям практически со всеми бизнес-процессами и остается только операционное управление уже в моменте. А сколько примерно вот такую точку стоит открыть? Инвестиции в торговую точку зависят от формата, от площади и от состояния помещения до момента въезда. В целом я понимаю, что люди как раз могут эту подробность уже посмотреть, да? Да, то есть надо связываться с нами, мы будем уже считать под конкретное помещение и давать уже какую-то стоимость. Да, отлично. Шаверма на тарелке. 595 грамм, то есть 600 грамм почти. Пита разрезана пополам, фри, курица, соусы два вида, морковка, пекинская капуста, огурец, помидор и такой вот салат из капусты, из обычной свеклы. И начинаем с основы, с курочки, да, вот, и фирменный соус, который, ну, мне кажется, что в Петербурге раскусили, как его готовить настолько правильно, чтобы он просто вот так вот обаял все ингредиенты. Курочка приготовлен так, что тает во рту, а вместе с соусом просто супер. И морковка хрустящая, она по-корейски, со зима оттеночками, со всеми вкусными-вкусными. Сейчас попробую второй соус, скажу, как он, перченый-перченый, но для любителей острого самое то. Фри тоже очень хороший, горячий в меру, и вот как и должно быть фри, что сверху тверденько, а внутри фри мягко. Это очень хорошо, очень вкусно. Ну, и лавашком питы, то есть, берем, помогаем себе. Только сейчас соус начинает доходить. Я не знаю, видно ли на камеру, но у меня даже вспотел немного нос. Настолько остренько. Для того, чтобы эту остроту не нейтрализовывать, собственно, морсик. Я уже, конечно, пробовал до этого донер, поэтому я более-менее сытый. Но в целом тут такая огромная порция, что вы не просто пообедаете, вы можете позавтракать и пообедать, и до вечера вам запаса еды хватит. Что касается шавермы на тарелке. Многие говорят, что это просто набор ингредиентов, это не есть шаверма. Мне же что нравится, что я в первую очередь визуал, и я вот, ну, еще раз, да, я люблю вот когда видно эту еду. Да, когда скручено, тоже круто. Это вот классика. Но здесь на тарелке мне что нравится, что я все ингредиенты вижу. Я сам подсобираю в вилку то, что хочу сейчас попробовать. И мне это очень-очень нравится. Мне бы хотелось тоже, чтобы вы поделились, любите вы на тарелке или только-только за жесткую классику, чтобы все было скручено в лаваш. Кстати, я договорился, и по промокоду ОРДА будет действовать скидка 20%. Поэтому приходите, дегустируйте и делитесь своими впечатлениями в социальных сетях. Какую шаверму вы едите, и почему выбрали это место? Я как передам? Мы выбрали все, по-моему, фирменную шаверму обычную, мини, которая входит в комбо. Мы выбрали именно это, потому что тут еще входит картошка и морс. Это здорово, что можно много всего получить за такую маленькую цену. Петербург славится не только своей городской исторической архитектурой, но и загородными домами. Мы приехали в один из таких. Это резиденция в Виллингстон. Здесь вот таких вот домов примерно 25 штук находятся. И мы взяли люкс-резиденцию, в которую все включено. Купель, баня, мангальная зона, как-то назвать ее лобное место. Приехали мы не просто так на эту локацию, мы собрались на контент-день. Приехали блогеры, эксперты. Мы их вырвали из их трудовых будней, для того, чтобы помочь им записать вертикальных видео себе впрок. На неделю, на две, на три, с их регулярностью. Сейчас сядем, проведем мозговой штурм, докрутим все те видео и заготовки, которые они подготовили. И отснимем, и потом еще поедим и отдохнем. Погнали, покажу всю локацию. Давайте приступим к просмотру придомовой вот этой территории. Покажу, что здесь находится, а потом уже переместимся. Здесь вот есть мангальная зона. Удобный вот этот современный стол, что вы здесь готовите, вытяжка. Здесь же можно, если что, даже и обедать. Хотя обычно перемещаются. Есть уголь, есть дрова. Ну и, понятное дело, приборы. Все максимально готово. С этой стороны у нас находится вот такая вот качеля. Давайте я ее вам покажу. Все качается, все удобненько. За дровами у нас находится такое, так скажем, лобное место, чтобы развести костер, погреться, поговорить вечером на закате. И здесь за домом мы ее тоже покажем. Купель с подсветочкой. Она такая огороженная, что из баньки вышли, нырнули или, может быть, посидеть, пообщаться там. Перемещаемся уже внутрь дома. Нас встречает такая просторная гостиная. Стол, кухонная гарнитура. Шикарный большой диван, такие красивые кресла. И вот то самое волшебное кресло Yamaguchi, на которое сейчас все ложатся. Здесь шикарные спальни. С выходом пойдем одну из них покажу. Кровать, да, то есть ничего лишнего нету, но достаточно компактно и с современным стилем, современным дизайном, что я очень люблю. И с выходом вот на террасу. Это, я считаю, что огромнейший бонус. Вот она такая вот широкая. Здесь можно на лежаках полежать, посидеть. Да, мы здесь вот, если увидите, сейчас покажу, уже выставили свет. Часть видео уже отсняли. Сейчас еще продолжим. И вот, как и говорил в начале, что отсюда видно все-все-все-все вот эти домишки. И они вот объединяют вот такую вот красивую-красивую картинку. На закате, я думаю, будет вообще супер шикарно выглядеть. Всегда надо смотреть в санузел, смотреть. Тут вот очень комфортная душевая кабина. Ну, туалет, понятное дело, раковина. Здесь подогрев пола. Это прям чувствуется, это очень большой плюс, особенно для Питера. По другую сторону террасы находится мастер-спальня. Это увеличенная спальня, да, в которой есть вот такая, ну, я не знаю, даже мини-гостиная. Риэлторы меня, наверное, сейчас поправят, да, мастера по недвижимости. Есть спорт-уголок кайфовый от Yamaguchi. Да, и вот, собственно, сама спальня со своим небольшим выходом. Даже вроде бы красивым внешним видом. Ну, и разумеется, еще отдельный санузел. Давай его тоже покажем. Здесь ванна. Унитаз, да, раковина и ванна, чтобы было все удобно. Королевский номер, так скажем. Да, выходим. Это так скажем. Как он называется? Бэк-стрит, да? Задворки. Как-то не выглядит. Сейчас солнце прямо-прямо в глаза в глаза. Но при этом природа, тишина, спокойствие, умиротворение. Поэтому продолжим отдыхать и наслаждаться нашей русской и российской природой. Здесь что удобно, что ты приезжаешь, все подготовлено. Есть вот такая даже небольшая персональная доставочка. И здесь, как я и говорил, примерно 25 таких вот отдельных резиденций. Да, для того, чтобы своей компанией вы могли приехать. Корпоратив, день рождения, свадьба. Все, что угодно можно провести. И отлично отдохнуть. Для семейных людей здесь есть вот такая удобная детская площадка. Чтобы вы могли отправить своих детишек, пока жарится шашлык. А если вы не хотите жарить свой шашлык, можете купить готовую еду. Потому что здесь есть еще и кафе. Прелесть этих резиденций в том, что вы можете проинвестировать в одну из них. Да, и начать получать пассивный доход. Что может быть даже вашим брендом названа быть одна из резиденций. Мы его заселили в такую. Она называется Yamaguchi Lux. Соответственно, бренд проинвестировал. И, наверное, получает еще и хороший пассивный доход. Контент день подошел к концу. Что мы успели? Вкусно поесть? Успели. В бане попариться? Успели. В купеле мы записали экспериментальный банный подкаст. Это вообще нонсенс, так скажем. Вертикальных видео записали. Собираемся и перемещаемся на следующую локацию. Ну, а вы, если захотите, приезжайте сюда в локацию отдохнуть. С семьей, с компанией, корпоратив провести. Ну, либо присоединяйтесь на наши мероприятия. Они еще кайфовее. Погнали. Выпуск про Петербург был бы неполноценным, если бы мы не записали прогулку на крыше, с которой открываются виды на весь центр Питера и даже на его окраин. Более того, сегодня к нам пришли новосибирские блогеры. Приехали, написали мне. И я с удовольствием показываю им Питер. Вот с высоты почти птичьего полета. Всем привет. Меня зовут Андрей. Я занимаюсь экскурсией по крышам уже 5 лет. Мы уже на протяжении 5 лет радуем гостей нашего города прекрасными эмоциями, впечатлениями на крыше. Когда ответственно подходим к безопасности на нашем маршруте. Сделали специально нескользящее черное рубероидное покрытие. Сделали ограждение. Сделали деревянные носилы на фотозонах. На Петербурге, если обратить внимание, все здания обладают примерно одинаковым уровнем высоты. Поэтому открывается такая прекрасная панорама почти на весь центр города. Это произошло из-за так называемого закона о высоте, который издал Николай I. В народе звучал он так. Негоже холоп быть выше царя, а царю Негоже быть выше бога. Именно поэтому мы что построим в центре? Они по высоте ниже, чем царские резиденции. А все церковные постройки возвышаются и всем остальным. Как Владимирский собор, Исаакиевский, Казанский, Спаснокрови, Петропавловка. Они все над всем остальным возвышаются. Но мы с вами живем в России. И такое правило с ним без исключения. И первым человеком, который прошел царский указ, это был Зингер. Изобретитель швейной машинки. Думаю, все слышали о нем. Все о нем прекрасно знают. У каждого дома такая раньше была. Может, где-нибудь сейчас у бабушки в деревне или на даче у вас такая сейчас хранилась. Все, скажу, что у вас сам видно башню его дома со шпилем. Думаю, дом вы тоже прекрасно знаете. На Станинском проспекте такой большой, красивый, с орлом на башне напротив Казанского собора. Так вот, Зингер построил себе этот дом с башней. Эта башня нарушала царский указ. И эту башню ему в два раза сносили. Семья Романовых усилий боролась за неприкосновение своего закона. Но на третий раз он нашел такую лазейку. Во-первых, он доказал, что башня будет нежилой. Никаких холопов там просто проживать не может. А во-вторых, он поддел чертежи. И по всем чертежам эта башня оказалась несущей. И если ее снести, дом постепенно разрушится. И вот на четвертый раз, путем такой хитрости обмана и подкопа, он добился своего, удовлетворил свое эго и был пришел царя. Такой хитрый немец был. Мы с вами сейчас находимся на крыше доходного дома. И в принципе, пришел построить в центре около 70% это все доходные дома. Раньше в Петербурге нельзя было купить собственную себе квартиру или комнату. Можно было взять участок земли и построить в нем свой дом. Либо же купить полностью дом. Такие дома назывались доходными, потому что мы сами могли в нем проживать. И по закону были обязаны сдавать в них квартиры, то есть получать с этого доход. Вот квартиры сдавались минимальным сроком от года. И, во-первых, это было сделано для того, чтобы город расширялся. И как можно больше построек в нем появлялось. А во-вторых, Петербург постоянно рос по населению. С каждым годом прибавлялись все новые и новые жители. И строить доходные дома было просто очень выгодной инвестицией. Средний доходный дом откупал все вложенные из себя средства до 4-5 лет. И в доходных домах было несколько особенностей. Одну из них я называю социальная иерархия по этажам. Как правило, первый этаж доходного дома всегда занимали коммерческие помещения. Там располагались магазины, лавочки, обслуживающие этот доходный дом. Вторые этажи доходных домов занимали сами хозяева. Они могли занимать там почти весь стаж или полэтажа, потому что семьи были большие. По 10 детей плюс достаточно большое количество родственников, которые вместе с вами проживают. Поэтому спокойно могли занимать весь стаж или полэтажа. Третьи этажи занимали люди богатые и обеспеченные. Четвертый и пятый этаж занимали люди среднего класса. Если мы сейчас будем переводить на сегодняшние деньги, то на чердак это стоило 500 рублей в месяц всего. То есть за весьма такую небольшую и скромную сумму люди прямо с места слова получали себя крышей головой. В это видео я был обязан включить одно из своих любимых увлечений. Это катание на квадроциклах. При этом неважно в какую погоду вы поедете. Снег, дождь, сухую погоду. В любую из этих условий есть свой особый шарм, особый кайф. На один квадроцикл при этом можно сесть вдвоем. Поехали, устали, поменялись. Второй товарищ вас довезет. Поэтому очень удобно, круто, комфортно. Я сделал длинную нарезку про квадроциклы под музыку. Поэтому предлагаю вам просто насладиться кадрами. А если вам не по душе эта локация, такой вид отдыха, вид занятий. Просто промотайте до следующей локации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Круто, что можно на квадроциклах погонять и на скорость, и по пересеченной местности, сквозь лес, через озера, по грязи. Мы даже застряли в одном из эпизодов. И включился такой тимбилдинг. Потому что если мы не вытащили квадроцикл, то мы там остались ничего. Вот мы идем. Короче, сейчас у всех остальных сквозь. Пожалуйста, пустите меня вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы сейчас переместились внутрь одного двора, потому что Петербург славится своими спрятанными заведениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вот такая необычная грузинская пекарня в розовом формате. Называется Пуригули. Открыли ее мои знакомые, может быть, даже знаете, блогер Морис Лаква. АК Сырная полиция. Вот мы сейчас пройдем вовнутрь. Я знаю, что они пекут очень вкусный. Но не то чтобы хлеб, вы все сами увидите. Это такая вот выпечка с разными, очень необычными начинками. пойдемте посмотрим у вас очень необычный такой концепт грузинская пекарня розовый цвет и еще я слышал что вот барбекен мы решили сделать под тренда учитывая то что у нас все розово поэтому мы не могли обойти это стороной сделали в чем там содержание в чем необычно барби одна из самых необычных позиций в нашем меню это назвали ненасытная барби вот туда входит очень много разных необычных начинок такие как белковый крем куриная грудка копчененькая халапенье пармезан клубника и взрывная карамель довольно необычные прикольные сладкий кем там уже больше классическое сочетание то же самый белковый крем только с бананом взрывной карамелью и сладкой ватой и ну я так знаю что все-таки вас сырные позиции да давайте тогда так сделаем что мне барби и кена бар эту эту сладкую парочку необычную ненасытную да и вот правильно я понимаю капучизи это что-то с добавлением сыра с добавлением пармезана и соленой карамели вот давайте такое чтоб он нейтрализовал оттянул на нам подали уже барби кен еще готовится вот так видите с розовой карамели и вот я точно слышно вам к сожалению вряд ли слышно кто тут знаете взрывная карамель как лопается это очень прикольно ну и еще раз сочетание здесь такое провокационное что здесь есть и клубника и халапенье сейчас буду пробовать вот сочетание куры клубники и его взрывной карамели очень друг друга кайфово дополняет я сейчас дальше попробую потому что халапенье еще пока не понял халапенье пока не дошел но вот это сочетание промбомба а сейчас халапенье начал чувствовать вода но оно причем знаете как что слегка идет нет такого что аж в пот бросает легкая легкая стрелька получается что ты ешь чувствуешь сладость чувствуешь куру и потом это стриночка сверху чуть-чуть так догоняет надо отметить что хлеб печется прямо здесь но называется фури гули то есть хлеб в форме сердца вот и он максимально свежайший теплый все как надо откусывается нет такого что он там вот раскрашивается или наоборот там не откусывается очень очень мягкий очень вкусный я думаю с этим сочетанием они могут переплюнуть сборы всего фильма барби мировом прокате и отведаем кофе сейчас еще раз капучизи называется то есть я думаю что он оттянет вот эту сладость и остринку за счет это это еще необычнее это еще необычнее то есть мы все привыкли кофе там добавление на сахара или с добавлением иногда остринки опять же тот же а здесь с добавлением сыра пармезана и да и вот вот соленоватый вкус это вообще я сейчас она запил кофе и вот взрывная карамель которая еще вот тут лопается она как давай во рту устраивать просто там такие эти как он сенсейшн там да вот любители в питере белую ночь вот 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 она то самое там концерт просто произошел так что ну и опять же за счет жирности до нейтрализует эту остринку и сочетание идеально поэтому если будете берите барби и его такой кофе ну а кем мы еще пока подождем а это кен спасибо смотри как он сахарная вата карамель банан в общем мне кажется будет передоз сахара в крови но вынуждены пробовать сюда нет на самом деле выглядит очень красиво сейчас посмотрим как-то если что у нас есть великий нейтрализатор капучизи это прям полноценный десерт сладкий сладкий сейчас вот это облачко и из сахарной ваты еще точно надо брать с кофе либо даже с капучизи чтобы оттенять что это очень сладко десерт вкусно это чувствуешь ингредиенты но конкретно для меня это чересчур сладко я люблю вот такое слегка сладко чтобы но здесь банан есть он чувствуется вкусный чувствуется вся карамель продолжает у меня там взрываться ну и сахарная вата да это необычно это прикольно ну вот так что полноценный десерт точно для любителей сытного это барби ну либо другое для любителей сладкого кен вообще зайдет вам на ура если вы любитель всего необычного что-то ну вот знаете вам приелась стандартная кухня в том числе да тот по регули самое то потому что здесь настолько разнообразное меню то есть начинку вы реально можете собрать мне кажется под любой изысканный вкус но что сочетание сладкого острого сочетания соленого и сладкого сочетания соленого и острого то есть вот вот разнообразная это что касается сами самой выпечки то и напитков вот я заказал сырный кофе по сути да это было очень необычно это было жирновато но это помогало оттенять вот остроту и сладкость основной выпечки вот поэтому если вы ищете что-то новое и необычное то вам точно сюда а мы двинемся на следующую локацию нам в прошлый раз настолько понравилось на крышах что мы нашли еще одну локацию возле метро спортивной мне захотелось вам показать петербург еще более обширным меня зовут роберта и я родилась в самом центре петроградки я здесь жила 30 лет и ходила по дворам и по всем интересным местам не только самой петроградки но и всего петербурга привлекательно на крыше то что их можно ну и только сам питер посмотреть но даже сделать фотосессии или как мы сегодня попробуем записать музыкальное произведение чуть позже представлю героиню которая нам сыграет споет ну и надеюсь что вы оцените наши старания и знаю этот район изнутри и все интересные места в нем и не только этот район но еще и весь город поэтому со мной всегда интересно и можно попасть всякие очень прикольные места как живут обычные петербуржцы и как они попадают на выпуск завершился надеюсь что вам все понравилось я точно испытал кайф и пока мы это снимали и пока монтировали вообще-таки длинные выпуски для меня все еще эксперимент они даются мне достаточно тяжело потому что у меня нет такого какого-то режиссерского там образования и для меня это реально каждая съемка вызов каждый выпуск вызов вот поэтому мне важно ваша обратная связь можете меня критиковать писать что получилось что не получилось я всему этому благодарен да и из из раза в раз буду стараться выпуске сделать все интереснее необычнее нестандартнее мы планируем сейчас не только вот москву заехать да но и какие-то даже может быть небольшие города россии а если вас наберется какое-то критическое число в других странах да вот меня зовут в казахстан турцию звали в иран звали в индию то я вообще с удовольствием командой соберусь полечу сниму потому что я считаю что вот все ограничения только в нашей голове